Итак, снова всем привет с мира чайников. Вот этих. Прошлое видео, которое я сделал по поводу альфы. Альфа-аналог, которого я добиваюсь с помощью ракостояния. То есть, через пень-колоду. И, да, благодарю всех, кто написал комментарий о том, что в новой версии, или какой, может, уже не новая версия, но одним словом, в версии 4.25.3 есть такая буква, блин. Конечно же, я этим сразу загорелся, потому что, ну, без этого никак. Моя индивидуально-трудовая деятельность в основном связана с этой пигнёй. Привет, ребята. Привет, ребята. Бля-бля-бля. Послушайте нашу дребедень. Познакомили меня с нашим новым чёрным другом. Честно говоря, я думал до этого момента, что они занимаются только рэпом. Или с пистолетом и бегают по Нью-Йорку и грабят магазины. Так, так вот. Оказывается, они ещё и умудряются заниматься Unreal'ом. Ну, короче, этот дядька рассказывает, как он в версии 4.25.3 добивается альфа-анала при рендере. Как ни странно, Unreal Engine же просто так тебе не отдаст это всё. Это же надо через перипетии пройти. Блин. Ну, короче, не всё так просто. Но, как получилось, но не всё так просто. Значит, поставил новую версию. Поставил. Отлично. Открыл. Открыл ту же сцену. И давай, делаю то, что чувак говорит. То есть, идём. Виндоу. Синематики. Вот это. Мови-е. Рендер-чу-е-у-е. Блин, я не всегда интересовало, как называется. Как правильно читается это слово. Да, идём дальше. Рендеринг. Здесь. Поскольку у меня очень огромный проект. Здесь туивейшая куча секвенсоров, короче. То есть, нажимаем, называем, ищем тот секвенс, который мы создали. Открываем его. И вот здесь. Открываем конфиг. JPEG удаляем. И добавляем, ну, наш новый чёрный друг добавлял. Вот это. XR. Секвенс 16 бит. Я PNG-шку добавил. На какой мне херзи, блин, файлы, которые только After Effects увидят, я не понимаю. То есть, мне PNG с головой. То есть, добавляем мы PNG-шку. И дальше начинается интересная. Блин. Невозможно заниматься. Машинка стирает. Ставим галочку Альфа. Как только я поставил галочку Альфа, у меня сразу вот тут появился восклицательный знак. С предупреждением. Да ни хрена ты не получишь Альфу. Я даже пробовал. Альфа не делалась. Пока ты не зайдёшь. Edit Project Settings. Рендеринг. Где ты? Вот. Рендеринг. И вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Пост-процессинг. Вот тут вот. Было. Ну, Disabled. То есть, по-русски Disabled. Стояла вот эта штука. Нужно поставить. Что именно? Я не понял. Ну, насколько я понял, это просто Альфа. А эта Альфа ещё та, которая, если я не ошибаюсь, когда мы, например, хотим рендерить какую-то вуаль, в которой объект есть, но он прозрачный. То есть, я поставил её. Поставил её. И тут уже тоже не так всё просто. Я помню раньше, как заходишь сюда, поставил, даже окей, не нажимаешь, уже всё включено. Включаешь. И он говорит, нифига, чувак, перегрузить проект. Ну, не вопрос. Перегружаю проект. И тут начался прикол ещё прикольнее. Специально сохранил скриншот вот этого магического окна. Ну, то есть, каждый из вас, наверное, знает, что это такое. Когда Unreal запускается, открывается вот такая херня. И тут идёт прогресс-бара. Ля, грузимся. Так вот, эти 39% на вот эти вот 39% я мастурбировал минут 40. Вот просто стоит 39% и всё. То есть, благодаря тому, что зашёл диспетчер задач. И благодаря тому, что у меня, смотрю, шуршит проц на всю. Ну, что-то делает. Меня единственное только это успокаивало, что что-то происходит. Нужно ещё чуть-чуть подождать. Так, открыл, короче, YouTube. Смотрю, короче. Ну, реально, очень долго я вот эту херню ждал. Пока вот эта байда закончится. Слава богу, она закончилась. Открылся проект. Фу, хорошо. Но разве же на этом закончились все перипетии? Чёрта лысого. Короче, суть чё. Если мы секвенсор. Делаем секвенсор. Где он? Так, вот. Сюда пока вытяну, чтобы показать. И нажимаем сохранить. У нас открывается диалоговое окно. Где мы можем выставить compression quality. Вот это вот. 99. Если она тут стоит на 75, 85 по умолчанию, я не помню. Рендер получается немного размытый. Когда ставим там 100, 99, он получается чёткий. Но это если мы рендерим секвенсором. Здесь же. Да, блин, ты чё меня задолбал? Альфа. Всё. Галочка поставилась. Отлично. И потом. Значит, мы идём output. Здесь мы выставляем наше разрешение. Там, допустим, мне не нужно Full HD. Так. 1280 на 720. Допустим, мне нужно вот такое. И вот здесь нет никакого quality. Я рендерю. Рендерю. Действительно получается альфа анал. То есть ситуация такая. Вот рендер с секвенсором. То есть я хочу обратить внимание, что край. Ну, он так, немного побит, конечно, это Unreal всё-таки. Но более-менее рез. Но когда я рендерил именно вот этой, вот этой новой забабочиной. Теу-еу-е. Короче. Получается размазано. Причём, ну, абсолютно точно понимаю, что это Motion Blue. Вот там, где сильная амплитуда движения, размазано больше. Там, где амплитуда движения практически нет. Там чётко стоит. Смотрю нашего нового друга. Нового чёрного друга. И у него, кстати, получается та же фигня. То есть это видно. Вот, при движении у него размазано. Я думаю, ёшкин. Но мне это вообще не подходит. У меня ни в коем случае не должно быть размазано. У меня каждый кадр должен быть чётким. Я ему там даже написал в комментах. Чувак, говорю, а как это вылечить? Ну, ладно, не важно. Ответил или не ответил, он будет посмотреть. Чисто ради интереса. Ну вот, размазано и всё. То есть понимаю, что работает, а пользоваться не могу. Потому что Motion Blue работает. Связался, правда, с одним знакомым. Ну, чувак давно уже в этом анреале работает. Занимается именно там какой-то там деятельностью. Очень узкой, но продвинуто знает его. Выцепить его практически сложно. Ну, всё время занят. Человек работает, ничего не попишет. Так вот, он мне посоветовал. Сказал такую вещь. Блин, я в шоке. Я бы в жизни такого я бы не догадался. То есть, как эту херню исправить? Значит, здесь в настройках как бы нет Motion Blur. Вот он там, как оно называется? Project Settings. Project Settings. Motion Blur. Отключен. А именно вот здесь вот, в этом... Именно в этом рендере он есть. Он включен. Вот, включен на бабу-плаву. Короче, его отключить можно следующим образом. Обратно заходим сюда. Вот, Console Variables. Включаем. Я вообще не понимаю. Ну, блин, вот, ну, ну, нахера так делать? Ну, поставь ты, если ты не можешь обратиться к этому Project Settings. Ну, поставь ты просто здесь галочку, блин, отключить. Ну, нафига вот нужно вводить эти заклинания словами? Значит, Canvas Variables. Ставим плюсик. И вот здесь мы вбиваем сюда вот эту надпись. Здесь должен быть 0. И, соответственно, вот это R.Motion Blur Quality 0. И вот тогда Accept. Ну, и вот Render Local. То есть, как говорится, тогда только он стал четким. То есть, слава богу, теперь я могу этим пользоваться. Еще одна вещь, которая мне не понравилась вот в этом рендере. Вот я его закрыл, например. Вообще закрыл Unreal. А завтра решил что-то изменить и переделать. Я захожу сюда. И начинаю. Ну, то есть, обратно ввожу вот этот свой секвенсор. Его здесь нет. Обратно начинаю настраивать вот эту всю фигню. То, что я сейчас показывал. Вот все полностью заново настраивать. То есть, я не вижу, где здесь, блин, сохранить настройки. Но не хочу я каждый раз это делать. Но придется, наверное. Но, может быть, где-то есть сохранение. Я не нашел. То есть, если его нет, то это неприятно. Неприятно. Ну, а так, в общем-то, все. Вот таким образом получилось сделать такие рендеринг с альфа-каналом. То есть, вот серый фон, это альфа-канал. Это я уже сделал рендеринг с помощью вот этой дыряни. Соответственно, и четкость тут есть, и альфа есть. А я так и кончил.